Вместе давайте прочитаем. «Поэтому, как вы приняли Христа Иисуса, Господа, так и ходите в Нем, будучи укоренены и утверждены в Нем, и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в Ней с благодарением». Давайте благословим друг друга, наслаждайтесь миром Божьим. Вы — благовестник, спасающий эту эпоху. Давайте вместе унаследуем те пустынные наследия, которые Бог дал нам. Мы с вами — люди, святой остаток на этой земле, которые живем для проповедования Благой Вести. И Господь, Он всегда дает нам благодать, и благодать Божья — это то, что помогает нам преодолевать и физические недостатки, и все, что бы ни происходило в этом мире, и нашу сущность. Поэтому благословляю, чтобы вы восстановили действительно благодарность, и чтобы действительно вы были переполнены благодарностью к Богу. И о какой благодарности мы говорим, мы сегодня через места исписания, через рассуждения откроем и по благодати Божьей сможем восстановить благодарность, действительно, которая меняет нашу жизнь. Мы с вами живем в ту эпоху, в тот век, когда благодарность исчезает, потому что мы живем с вами в конкурентном обществе, где я, физическое, успех становится первостепенным. И истинная благодарность, по-настоящему, которая есть, она теряется, она уходит, потому что все больше и больше мы из-за разных проблем, которые в этом мире есть, все больше и больше мы начинаем сосредотачиваться на физическом, на материальном. И в Библии, и в Писании это все, конечно же, говорилось об этом. Посмотрите, также 2 Димофея 3 глава. 2 стих. О чем там говорится? В последние дни настанут тяжкие времена. Люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, непокорны родителям, неблагодарны. И мы с вами живем как раз в такие последние дни, в последние времена. И все, что написано здесь, мы видим. Это то, что очевидно, не нужно исследование какое-то проводить, мы это видим вокруг себя. Люди действительно эгоцентричны, действительно они любят деньги больше, чем людей, чем друг друга. И посмотреть, если, например, даже на родителей, они, конечно же, благодарят за здоровье детей, их успехи в учебе или жизни. Но вся эта благодарность, она основана лишь на удовлетворении собственных желаний. Разве не так? И общаясь с одним из верующих, также его сын, было как раз бракосочетание, и вот все вот эти моменты, все, что связано с этим. Вот это момент, когда сын женился, и это было моментом для них переосмысления, переосмысления всего, что они прожили до этого момента, всех их усилий, всего, что они для своего сына также делали, даже в отношении помощи, в отношении жилья, в отношении всего. И это не то, чтобы они хотели что-то, какую-то особенную благодарность или что-то еще, но вот эти вещи все, которые действительно мы где-то в чем-то жертвуем собой, своими усилиями, всем, это уже становится чем-то таким обычным, и то, что так же это как бы требуется, и вот эта истинная благодарность исходит лишь, когда удовлетворение идет именно в физических каких-то моментах. То есть, если нет возможности у родителей в отношении финансовом помочь как-то детям, то и у детей нет какой-то особенной благодарности своим родителям. Они обвинять их начинают. И если вот вся эта благодарность основана лишь на том, например, у родителей, родители могут благодарить Бога за что? За здоровье детей, успехи в учебе и в жизни. Если благодарность исходит из таких условий, то когда дети теряют этот успех, например, или не находят работу, жизнь тогда что, превращается, становится выглядеть, что это несчастное, начинаются жалобы тогда Богу. И если дети точно так же расстраиваются, расстраивают своих, особенно родителей. И вот эта ситуация как раз об этом и говорилась. Но по-настоящему существует благодарность и счастье, которые не зависят от условий. Есть разные уровни благодарности. Есть условная и есть абсолютная благодарность. Люди обычно благодарят, основываясь на своем уровне, и обычно это все условная благодарность. Например, условная благодарность — это благодарность за исцеление, за восстановление здоровья. И вот есть два примера Вибрии, это Даниил и Иосиф. Если посмотреть в отношения Даниила, то благодарил ли он только за то, что Бог избавил его, например, из львиного рва? Нет, он искренне благодарил даже в момент, когда его бросали в рот. Иосиф, благодарил он не за то, что стал правителем Египта, потому что у него благодарность была еще до этого. Он даже не знал, будет он или не будет. Но когда он был продан в рабство, он видел, что Бог с ним пребывает. Он видел, понимал Божье Слово, Божий план. Поэтому он имел искреннюю благодарность Богу, безусловную. Это и есть та абсолютная благодарность. Посмотрите, ранняя церковь. Ранняя церковь не достигла какого-то социального успеха или признания. Верующие, они все еще подвергались гонениям Атрима. За веру в Иисуса могли попасть в тюрьму, быть наказанными, казненными. Но они благодарили за что? Они благодарили за Евангелие. Они восхваляли Бога, пели хвалы, когда собирались вместе. И благодарили за что? За то, что они могли проповедовать. Поэтому давайте, провозгласим, давайте найдем основополагающую благодарность. И эту благодарность в своем сердце остановим. В сегодняшнем отрывке, который мы читали, Павел обращается к верующим в колоссах. Вот в то время церковь — это не то, что мы сейчас, как мы говорим слово «церковь», и мы себе представляем здание с какими-то такими атрибутами внешними, видимыми, где можно собираться вместе, петь гимны, прославлять, поклоняться. Церковь — это в то время подвергла... Это не о здании говорилось. Церковь — это было собрание людей, они подвергались гонениям. В Риме, на то время эта римская империя была, вера в Иисуса была запрещена законом. И за это могли... И не только могли, они отправляли в тюрьмы и казнили. Также не только в отношении Рима, в отношении даже религиозных лидеров, иудеи, они осуждали веру в Иисуса тогда, посчитали ей ересью. За что... за эту ересь они что делали? Если они могли словить даже не по римским законам, по своим иудейским законам, побивали камнями и распинали даже. Поэтому люди не могли открыто исповедовать свою веру в Иисуса Христа. Не было публичных собраний. Тем не менее, те, кто приходил к вере в Иисуса, они знали ее истинную ценность. Они обретали и обрели ответы, и готовы были даже отдавать свою жизнь за Евангелие. Но даже после обретения вот такой вот благодати, все равно они не могли избавиться от своего прошлого. Они были... страдали от разных экономических трудностей и находились под римским гнетом. То есть они как бы были вне закона. Все, что они делали, было вне закона. Поэтому, конечно же, они чувствовали это чувство подавленности. И так как они были еще не с так же какого-то верхнего слоя общества, то есть не какой-то как бы элитой большинство из них, то их раны, их комплексы, все это они приносили в церковь, и это приводило к спорам, конфликтам, разногласиям. Что они начинали делать? Они начинали обсуждать то, что было важным для них до принятия, до понимания Завета и Евангелия. То есть что они делали? Они начинали обсуждать закон, религиозные обряды иудейские, нужно ли тем, которые не иудеи, следовать, нужно ли обрезание, нужно ли это. Все это обсуждали вместо Евангелия. Поэтому Павел в этом послании, он дает наставление церкви в колоссах. Вторая глава, седьмой стих, он говорит, чтобы были укоренены и утверждены в нем, и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением. Он как бы спрашивает, разве вы не приняли Христа как Господа? Тогда укоренитесь в Евангелии, примите Евангелие как ответ, «Стойте твердо в том учении, которое вы получили, и будьте переполнены благодарностью». Это и есть просьба Павла, потому что если человек теряет основополагающую благодарность, что происходит? Он возвращается к своему старому образу жизни, к своему старому образу мыслей. из-за проблем, из-за обстоятельств, из-за конфликтов и разных каких-то испытаний мы теряем благословение. И это и есть вот состояние неверия, в котором мы можем находиться. Поэтому я благословляю, чтобы действительно все мы восстановили вот эту фундаментальную благодарность, основополагающую благодарность. Тайна Евангелия, которую имел Иосиф, это был Ветхий Завет, но Иосиф, он понимал, он имел ответы от Бога. И видение было всемирной евангелизацией. Даже тогда, на тот момент, потому что он понимал, кто он. Он понимал, что израильский народ Бог избрал для того, чтобы сохранить Завет, сохранить понимание, в чем есть проблема, в чем есть решение, что придет Мессия, и это передать всем народам. Вот это и есть та всемирная евангелизация, которую также он видел, то видение, которое он видел. И то, что осуществил через Иосифа Бог. И это никто не мог отнять у него. Даже когда десять братьев его, которые ненавидели его, они его продали в рабство. Тайну Евангелия, которая была в нем, невозможно было похитить, невозможно было отнять. Его положение, конечно же, было тяжелым, если посмотреть физическими глазами. Он был побит братьями, избит, продан в рабство, но он не видел, он видел, он не видел как бы проблему. Он видел не проблему, он видел его взгляд, и фокус был не в проблеме. Поэтому не было ненависти к братьям. Не было. Он все равно понимал, что Бог с ним. Он полностью доверял Богу, он понимал, что Бог с ним. Потому что он имел ясное видение, что было больше, превосходило эту всю ситуацию. У него было видение, в которое он верил. Он видел, что, так как он держится за то, что желает Бог, за желания Божьи, он понимает, кто он есть, что он есть тем народом избранным, который Бог избрал, чтобы сохранить завет и передать это всем. Поэтому он знал, что через него Бог будет действовать, потому что ему нужно держаться за это. И вот это есть, это все видение, это понимание было больше, чем все эти ситуации на физическом уровне. И это есть основополагающая благодарность, которая была в его сердце. Посмотрите, ранняя церковь, например. Мы смотрим Евангелие, когда читаем, как ученики поначалу, как они жили. Они жили своими мотивами. Они следовали за Иисусом в надежде занять место в Царстве. Они даже соревновались, кто из нас будет больше в Царстве Божьем, кто из нас ближе к Иисусу. Из-за этого у них возникали и конфликты. Но после книги, когда мы читаем уже Деяния, первая глава, их жизнь действительно изменилась полностью. Почему? Потому что они нашли ответ в Божьем Царстве. В течение 40 дней Иисус проповедовал Царство Божьим. И они ухватились за завет семерной евангелизации. Они поняли, насколько мелочными были их прежние мотивы, прежние желания, прежние стремления, потому что они искали только на физическом уровне ответы. Они видели Царство, восстановленное Царство Божье на земле. Они искали видимого чего-то, видимого признания, видимых благословений. И они тогда поняли, что Царство Божье это не о физическом говорится даже. Потому что Бог будет восстанавливать новое небо, новую землю. А сейчас на этой земле нам что нужно? Нам нужно, чтобы это Евангелие проповедовалось, чтобы дошло ко всем людям, ко всем народам. И вот это самое важное. Ради этого они были готовы полагать жизнь, чтобы совершилось проповедование до края земли. И тогда придет конец, как сказано было. Посмотрите на Павла. Павел до встречи со Христом, чем он гордился? Он своими знаниями гордился, римским гражданством, своим положением. Но после встречи с Иисусом Христом, что он сказал? Что не буду хвалиться ничем, кроме как Крестом Господа Иисуса Христа. Это, как сказано в Галатам, 6 глава, 14 стих. Что я положил хвалиться ничем, кроме как Крестом Господа нашего Иисуса Христа. И что он сказал? Что я решил не знать ничего, кроме Иисуса Христа, и при том распятого. Поэтому Павел, где бы он ни находился, куда бы он ни пошел, это действительно было его заключением. Даже когда он был в темнице, он, когда был даже в темнице, вот эти все послания, тюремные послания Павла, он почему, находясь даже в тюрьме, после того, как его побивали, после того, как его гнали, откуда у него была вот эта благодарность в сердце? Из-за чего? Потому что его благодарность была основана не на физическом. Он не искал благодарить Бога за то, что у него работа хорошая, или у него дети, все в порядке, или еще что-то. Не на этом его благодарность была основана. Поэтому, как сказано ведь, что ищите прежде Царство Божье, тогда все остальное приложится вам. И также вот 1 Коринфянам, 1 глава, 4 стих, там Павел говорит, что непрестанно благодарю Бога моего за вас ради благодати Божьей, дарованной вам во Христе Иисусе. Поэтому Павел всегда ставил акцент именно на духовных благословениях. Ставил акцент не на физическом, а на духовном, на том, что на благословении, на понимании благословения спасения, на статусе нас, как детей Божьих, на благословении Иммануила, то, что Бог пребывает с нами. И вот это и есть та благодарность, которую Бог желает, чтобы восстановилась в нашем сердце. И даже в 1 Фессалоникийцам также об этом Павел говорит. И вот это то, что нам с вами нужно действительно восстановить себя, размышляя над тем, что Бог нас с вами, каждого из нас восстановил в то изначальное состояние. Те стихи, которые мы знаем, Бытие 1, глава 27, 28, даже стихи. Это то, что мы с вами восстановлены как образ Божий. И мы с вами те, которые уже находимся в благословении Божьем. И вот сегодня мы с вами это день благодарения. И, конечно же, это изначально был как вот день Пасхи, опресноков, и день, когда они собрали первый урожай, находясь в пустыне. И вот этот праздник сбора урожая, это есть благодарение Богу прежде всего не за урожайством, а за спасение. Потому что если бы не было спасения, то не было никакого бы и урожая. Вот точно так же нам с вами нужно восстановить благодарение за спасение, за то, что мы с вами уже освобождены от проклятий, которые нас, за нами следовали. Мы освобождены с вами от сил тьмы, которые обманывают нас. Мы уже имеем силу превосходить это все. Поэтому Павел, он и в 1 Коринфе также исповедовал, что даже если я этого не заслуживаю, но Бог послал мне Христа, когда я все еще был во грехе, во власти дьявола и через Христа освободил меня. Поэтому второе, о чем мы сегодня коротко поговорим также, это благодарить за то, что имеет ценность. Как вы думаете, что действительно ценно на этой земле? Что ценно? И что мы считаем ценным на этой земле для себя? давайте посмотрим действительно духовными глазами на этот мир и посмотрим, что вокруг нас, что есть мир вокруг нас. Мир вокруг нас, он наполнен людьми, которые живут, рождаются, живут в состоянии, как и мы однажды были мертвы по грехам и преступлениям нашим. Мы уже ожили, уже Дух Святой внутри нас, но люди продолжают жить в этом состоянии, обманутыми дьяволом во власти судьбы. Поэтому Павел, для чего Бог призвал Павла? Он призвал, чтобы возвестить, как вот в Деянии, 9 глава, 15 стих, Бог призвал Павла, чтобы возвестить Евангелие, как сказано, это, конечно же, язычникам, то есть с точки зрения иудеев, язычникам и царям. И это тем людям, которые не знают Бога, которые... И Бог выбрал его ради Евангелия, ради того, чтобы благовольствовать. Пусть это станет нашей ценностью. И вот, если, конечно же, еще раз мы говорим, у нас есть бизнес, у нас есть работа, но для чего мы хотим достичь успеха? Для чего мы хотим зарабатывать деньги? Для чего мы хотим преуспевать? Это все просто для материальных ценностей, для того, чтобы что-то подтвердить, доказать кому-то, себе, людям, или... Для чего это все делается? Направлено ли это к Царству Божьему? Направлено ли это в том направлении, где находится взгляд Божий и сердце Божье? Служит ли это спасению людей? Иосиф никогда не хвалился тем, что он стал правителем, что он стал как бы премьер-министром. Он знал, что даже когда он был рабом у Бога, был план. И он мог поэтому дальше он имел изначальную благодарность к Богу. И когда он уже потом стал премьер-министром, он уже мог стоять перед царями, перед элитой, перед всеми народами, и все это ради Божьей славы, чтобы не просто физический хлеб давать, но чтобы провозглашать о том истинном Боге, с которым вместе, находясь вместе, то есть его свидетельство в чем было? То его успех и то его благословение, которое у него было, и то, что Египет тогда был, стал как бы страной, которая осталась в благословении, было для чего? Для того, чтобы они слышали голос Божий, они следовали Богу, Богу, которого верил Иосиф тогда. Через Иосифа люди открывали Бога. Патифар увидел, что с ним даже Бог. Посмотрите, это же не просто так, мы говорим, это то, что так и есть, так и написано, 39-й, глава даже 3-й стих. Посмотрите, что сказано. «И увидел Господин его Патифар, что Господь с ним и что всему, что он делает, Господь в руках его дает успех». То есть, это не только стало очевидным, когда он уже стал премьер-министром, когда он рабом был в доме Патифара. Он уже тогда не роптал, не гневался, ничего, он знал Бог вместе с ним, он наслаждался, и даже когда рабом был. Поэтому это очевидно было для всех людей. Царь Дарий также через Даниила узнал о Боге. Посмотрите, Даниила 6-я глава, 20-й стих. Что там сказано? Там также говорится, что «И подойдя к Орву, жалобным голосом кликнул Даниила и сказал ему царь Даниилу, «Даниил, раб, слуга Божий, Бога живого, Бог Твой, которому ты неизменно служил, мог ли Он спасти тебя?» И тогда уже это стало свидетельством для него, что Бог живой, Бог действительно спас Даниила и через него провозглашал. Поэтому пусть через вас, ваши семьи, ваши друзья, ваши коллеги узнают о Боге. Наибольшая радость родителей это видеть, как их дети возрастают в вере и проповедуют Евангелие. Пусть ваше наследие веры благословит все будущее поколение. вы, каждый из вас, есть что? Есть письмо читаемое. Поэтому люди действительно, когда уже приходят к концу своей жизни, что есть действительно благословение? когда они могут передать какое-то большое наследие, деньги. Мы сколько свидетельств имеем в истории, когда даже не то, чтобы просто обычные люди, цари оставляли наследие своим детям, и это приводило после их смерти к чему? К благословению? Нет. Они убивали друг друга, сражались за власть. Это в каждой стране такие примеры. И распадалось тогда. И царство, и это все превращалось в физические благословения, превращались в проклятия. Я не говорю о том, что не нужно благословения, не нужно физическое что-то давать, оставлять вашим детям. Не об этом, конечно же. Я говорю о том, что важно, что в их сердцах вложили вы, передали вы им действительно истинную ценность. В чем ценность жизни? В физическом, в каких-то физических благах или это в вечном? Или же это в Царстве Божьем? Ради чего они стремятся стать успешными? Ради чего они стремятся преуспевать в учебе? Поэтому для меня также и свидетельства верующих также в нашей Церкви. Конечно же, на физическом уровне дети иногда могут не слушаться, что-то еще происходить в каких-то моментах, но самое главное, что есть свидетельства верующих о том, насколько их состояние, их детей, и вот те, которые даже в детский сад, которые здесь при церкви ходят и в школу также, они видят, как постепенно внутреннее их содержание меняется. Они видят, что их взгляд действительно становится не просто материалоцентричным, не так, как остальные даже их подростки, сверстники живут. И это то, что действительно радует уже сердце этих людей, потому что они уже видят, что их дети становятся евангельской элитой, то, что Евангелие для них и духовное становится первостепенным. И да, они учатся, они стараются преуспевать, но они это делают не для того, чтобы даже перед родителями похвалиться, не для того, чтобы просто быть лучше, чем другие. Они делают это, зная, что они хотят преуспеть для того, чтобы, подобно как Иосифу, чтобы все люди вокруг увидели, что Бог пребывает вместе с ними, и чтобы это стало возможностью передавать благую весть, чтобы они могли стать такими людьми, способными служить другим людям. Поэтому важно наше состояние, важно ваше сердце, если действительно эта благодарность в вашем сердце. много чего есть хочется сказать и поделиться с вами, но есть то, что, конечно же, иногда не так легко передать слово, как с кафедры, потому что это общее послание и последние несколько недель и не только даже много чего таких, как бы, можно сказать, испытаний для нашей церкви, и это время и обновления, и не обо всем, конечно, я могу тоже говорить, потому что есть вещи, которые касаются отдельных людей, и то, что я даже не могу сказать, все равно я молюсь, и были те люди, которые даже какую-то определенную и в отношении меня клевету распространяли, но я прощаю тех людей, даже, которые что-то против меня говорили, потому что они тоже могли быть обмануты кем-то через и нашим верующим также важно правильно смотреть и анализировать также всю информацию, которая поступает, потому что много чего ложного создается и ложных новостей и много чего люди преследуют свои личные мотивы, либо обмануты какими-то мотивами, они могут сопоставлять различные факты, подстраивать что-то для того, чтобы представить кого-то или что-то не в том свете действительно, в каком это есть и создать ложное представление о ком-то. в общем нам нужно с вами всегда стоять перед Богом, всегда проверять что Бог действительно желает и искать ответ действительно ли когда мы о чем-то думаем, о чем-то размышляем, мир Божий в нашем сердце приходит. Посмотреть и смотреть нужно нам с вами также конечно же прежде всего на свое состояние и есть много также есть разные сообщения в отношении того даже, что верующие например в нашей церкви либо же с теми, которые мы вместе в союзе совершаем проповедование о том какие-то новости о том, что кто-то из посланных даже миссионеров ведет себя неподобающе миссионеру и конечно же скрывая это они могут они там некоторые из них и алкоголь или уже принимают и там какие-то финансовые делают махинации к сожалению да все мы люди и все это случается и никакого ну не нужно какое-то оправдание какое-то для них что ну они еще там исцеления не получили не в этом дело но не нужно это брать как повод для того, чтобы также и очернять всю например всю церковь либо же весь союз церквей и легко найти повод в каждой организации в каждом можно найти таких людей, которые преследуют свои какие-то личные мотивы и даже те, которые казалось бы миссионеры они даже опять-таки да все мы люди и каждый может просто они имеют более высокую позицию более сильная ответственность и перед Богом и перед верующими поэтому конечно же если такая информация есть если такое поступает то нужно принимать и мы будем это также делать принимать определенные решения и отстранять их от этой должности от этого дела потому что это будет вредить распространению Слова Божьего но не означает отстранять их от церкви нужно давать шанс также восстановиться и каждый из нас опять-таки мы с вами должны что смотреть как говорил в Писании не ищи сучка в глазу брата потому что у тебя самого бревно может в глазу быть и много людей конечно же на этом знают слушают они в отношении этих миссионеров в отношении людей приткнулись многие на этом и опять-таки еще раз говорю нужно не скрывать не покрывать ни в коем случае но также нужно и не просто слепо осуждать потому что нужно понимать почему нужно понимать что дьявол он до конца будет преследовать до конца будет особенно тех которые людей которые хотят проповедовать Слово которые желают служить Богу служить людям для проповедания и он будет искать наши с вами ветхую сущность быть миссионером конечно же это казалось бы мы хотим ожидать какое-то совершенство от этих людей которые постарали миссионеры и когда они какую-то ошибку совершают то конечно же приходит очень большое осуждение потому что разочарование приходит нам нужно также не в людях искать ответ опять-таки и за людьми следовать кто бы не совершил ошибку и опять-таки важно понимать что Бог он проповедует свое слово нам нужно следовать тому слову которое проповедуется даже если этот миссионер или пастор он совершил это открыло что-то он совершил но это не означает что то слово которое он проповедовал потому что слово и через него Бог передавал и поэтому нужно держаться за слово которое Бог передает и делать по слову но не делать так как делает этот миссионер или как делает этот пастор или делал давайте так скажем поэтому нам нужно с вами стать перед Богом мы каждый лично и мы как церковь мы Бог открыл нам как подобно Иосифу Бог открыл что нам с вами важно двигаться вместе ради всемирной евангелизации и Бог нам также открыл и показал вместе что важно сейчас следующее поколение важно важно не только наши дети как от поплоки но наши дети как следующее поколение и это есть как они они